Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре топовые модели ножей из Поднебесной. Название очень интересное. Все называют их по-разному. Некоторые называют их U-Start, некоторые Y-Start, некоторые Y-Start. Но называйте их как хотите, оттого эти ножи хуже не стали. Модель GIN-02. Ножи эти действительно топ, потому что используемые материалы и качество сборки этих ножей уже оставили за бортом многих своих конкурентов, в том числе Ганза. Скажите мне пожалуйста, на каком еще есть ножей вы найдете сталь D2 за 17 долларов? Если вообще вы их найдете, то этих ножей очень мало. То есть конкурентов у этого ножа очень мало. Имеется ввиду за эти деньги. В принципе поэтому они как бы и приглянулись многим блогерам, пользователям, любителям ножевой тематики и так далее. То есть мы получаем очень компактный ножик на каждый день, в карман, в сумку, в рюкзак, на пояс, куда угодно. За небольшую цену, но в то же время с довольно качественными и практичными материалами. Нож действительно компактный, весит он всего лишь от 124,5 грамма. То есть для кармана идеальный вариант. Размер его также соответствует EDC требованиям. Общая длина его 20 сантиметров. Длина клинка 8,2 сантиметра. То есть он не подпадает ни под какие законы, его можно свободно наносить везде. При этом мы получаем сталь D2, которая превосходно режет. А еще сюда можно отнести спуски в 0,4 и в 0,5. То есть рез этого ножа идеальный. Кроме того, нож имеет очень интересную такую штуку. Называется он осевой винт, который рассчитан на обычную плоскую отвертку. Либо в нашем случае монетка 10 копеек. Вот встала сюда она как своя, идеально просто. И при помощи монетки мы можем регулировать осевой винт. Удобно? Удобно. Не нужно докупать ключей, тратить еще какие-то деньги. Для чего это все? Вот, отвертка, либо монетка, пожалуйста. Все. Все. Замок стоит довольно надежный. Аксис-лок. Никаких вопросов нету. Лайнеры облегченные. Если вам видно, там есть выборки внутри. Клипса достаточно тугая, то есть нож вы не потеряете. Даже бы сказал бы, она нормально тугая. Хорошая клипса. Клинок на ходу очень легкий, потому что здесь стоят подшипники. То есть все, что нужно для EDC-ножа, вот в этом изделии есть. Кроме прочего, интересный момент, это крепление накладок. Накладки здесь G10. Подогнана все идеально, но накладка крепится отдельно от бонок. То есть мы можем поменять за 2 секунды накладки, не разбирая всего ножа. Ну, удобно это или нет, пускай уже решает каждый для себя. Но для чего это сделано? В этом ноже очень много цветовых решений. Здесь как бы не все, здесь еще вместо вот этого ножа должна была лежать морковка. Но ее просто не было в наличии, когда мы заказывали эти ножи. Поэтому получилось как бы всего 4 цвета. Вот 3 из которых мы видим сейчас и 1 морковка. Ну, или апельсин, как называет его производитель. То есть завод-производитель, благодаря ценовой политике, предполагает о том, что человек один может заказать себе 4 ножа. Это совсем недорого для 4 ножей, да, по 17 баксов за каждый. И он захочет там, может быть, там какой-то тюнинг устроить, стайлинг. То есть переставлять накладки. И вот чтобы это все облегчить, он сделал отдельно снимающиеся накладочки. Ну, практически удобно, получается 4 винта, по 2 на каждой стороне. Здесь 2 не видно из клипсы, ну, там тоже есть 2 винта. Вот они внутри, не знаю, вам видно, не видно, они немножко выступают. Чуть-чуть буквально. То есть, для ежедневного ношения это просто-таки идеальный вариант. Форма ножа очень удобная. Есть специальные подпальцевые выемки. Замок надежный. Есть небольшие насечки, то есть нож очень легко держать. По жесткости замка они все разные. То есть, вот мы идем, вот здесь нож чуть-чуть жестче открывается. Здесь нож открывается уже немножко мягче. Ну, то есть, это такое дело, я считаю. Каждый нож можно настроить. Здесь как бы тоже жестче. Здесь, здесь тоже мягче. Ну, не знаю, может быть разные партии. Ну, в любом случае, ножи, ну, просто идеал. Практически, я сколько смотрел на них обзоров, никто плохого слова про них сказать не может. Плюс цена, естественно. То есть, каждый человек, а любой, даже школьник, любой, даже который там особо ножами не увлекается, человек, может себе их позволить один ножик себе положить такой в карман. Так что, как ни крути, нож весь в плюсах. Из недостатков, я даже здесь не знаю, что сказать. То есть, даже внимательно вот здесь смотреть на нож, на все зазоры, на все скрутки и так далее, ничего здесь абсолютно я не вижу. Абсолютно ничего. Все клинки стоят по центру. Как один. Идеально просто стоят. Здесь, пока есть возможность, давайте уже сравним. Тоже идеально по центру. Не знаю, вам видно или нет. Здесь. Идеально по центру. Покажу. Здесь. То же самое, идеально по центру. Ну, вот, скорее всего, что по жесткости замка, скорее всего, эти ножи из разных партий были. Но клинки везде по центру. Я понимаю, может быть, кому-то нравится крыса, да, больше. Ну, у меня тоже крыса есть, я тоже используюсь. Отличный, превосходный нож. Но он стоит уже не 17 долларов, согласитесь, да? Поэтому эти ножи я могу смело рекомендовать к использованию, к покупке, к заказам и так далее. Еще хотел предупредить вас о том, что наметилась такая очень нехорошая тенденция. В последнее время эти ножи начали дорожать. На том же Gearbest. То есть, если раньше этот нож можно было купить за, там, примерно, плюс-минус 16 долларов. Сейчас он уже стоит 17, там, с копейками. На Алиэкспрессе этот нож стоит уже 22. То есть, тут уже, как говорится, кто не успеет, тот опоздает. Поэтому, ребята, думайте. Такие у меня ножики, такие у меня дела. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.